При нарушении правил хранения мицелия может наступить вот такое явление. Явление прорастания вельбу из мицелия непосредственно из самой упаковки. Это королевская вешенка, как вы видите. Свидетельствует ни о чем ином, как высокой активности мицелия. Но ничего не поделаешь. Мы имеем то, что имеем. Значит, здесь та же самая ситуация. Ну и эти мицелии, это те, что посвежее. С ними пока все нормально. Вот какая она королевская вешенка такая у нас выросла. Ну и вот та же самая свадьба у нас здесь. Видите, что произошло. Мицелий просто порвал вот эти кулечки. Ну, активный у меня вот эта королевская вешенка. Очень активно, очень хорошо дает урожай. Сразу возникает логический вопрос. А что же дальше делать с этими мицелиями? Ничего с ним особенно делать не нужно. Грибы мы сейчас вот имеем емкость. Мы их вот что сделаем. Мы их отламываем. И великое желание у меня есть приготовить именно салат. Королевская вешенка по-корейски. Ну, то есть приправы корейской, ну, для корейской моркови. Вот мы их добавим. Это соберем. Скорее всего, что мицелий абсолютно вот этот. Это не мицелий, а вот эти кимонки абсолютно пригодны к пищу. Поэтому мы их убираем. Вот еще одна история. Вот тут у нас такая великое неожиданное. Вот что у нас здесь собралось. Вот такие у нас урожай. Из самого мицелия. Ну, это уже неплохо. Нет, в дальнейшем мы ничего не будем делать с ним особенного. Мы сделаем обыкновенную посадку. Ничего страшного не произойдет. То есть прорастание мицелий абсолютно никак на его качество не повлияет. Совсем не так удобно собирать вот эти кимонки. Из того, чтобы было наглядно вот так вот. Одной рукой приходится. Вот какой. Вот эта песня. Ну, а эта вешенка обыкновенная. Но только нужно будет снять пробу. Сам мицелий именно вот при такой вот приросшей пакету он может немножко горчить. Вообще, я не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь вот этот мицелий на вкус с пшеницей. Казалось бы, что его можно было бы употреблять как бы в пищу, но он имеет горький вкус. То есть в пищу он ничего страшного нету. То есть он не, как условно, съедобные грибы. Он не ядовитый. Вполне его в пищу можно употреблять. Но из-за горького вкуса для пищи он не пригоден. Ну и вот это тоже пойдет на салат. Ну, конечно, качество обыкновенной вешенки несравнимо с королевской. Вот. Давайте сейчас еще раз на оптимистичной ноте. Вот. Вернемся к этому событию. И сегодня у меня будет прекрасный салат королевская вешенка по-корейски. Приятного аппетита мне! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!